Вы собираетесь получить невероятный подарок от Вселенной. Вопрос в том, готовы ли вы принять его так, как Бог этого желает. Бог принес эту весть к вам по двум возможным причинам. Кто-то может в данный момент стремиться приблизиться к вам, или он предупреждает вас о приближении кого-то особенного. Поэтому размышляйте о готовности вашего сердца принять человека, которого Бог посылает. Мы понимаем, что новое может быть пугающим. Возможно, у вас были отношения, которые не сработали, вы были ранены или преданы, даже когда были глубоко влюблены. Мы понимаем, почему повторная попытка может показаться неприятной, особенно когда доверие было подрывано раз за разом. Вы колеблетесь создавать ожидание, что может столкнуться с планом Бога для вас. Римлянам 5 заверяет нас, что надежда не огорчит нас, потому что любовь Бога излилась в наше сердце Духом Святым. Иногда мы не замечаем дары Бога, потому что отвлекаемся или нетерпеливы, чтобы увидеть Его Божественное вмешательство. Это происходит, когда наша надежда и уверенность в Господе ослабевают. Если кто-то не хочет обязательств, то найдет много оправданий, чтобы их избежать. Точно так же, когда в сердце нет надежды, человек избегает возможностей и отвергает шанс построить связь с возможным партнером. Они убеждают себя, что любовь – это что-то прошлое, и закрывают свои сердца. Некоторые даже придерживаются нереалистичных стандартов мира, автоматически отвергая других, не давая им шанс показать, кто они есть. Звучит знакомо. Я не давлю на вас, чтобы вы обязательно романтически обязались, я всего лишь побуждаю вас рассмотреть эту возможность. Если у вас есть возможность встретить кого-то, вероятно, это отношения, которые Бог запланировал для вас. Бог ткает это соединение для вас и вашего будущего партнера. Мы уже обсуждали признаки, которые могут указывать на то, что Бог послал этого человека, но теперь давайте рассмотрим более конкретный аспект этого отношения и как вы можете принять этого человека, даже если изначально не видите его в лучшем свете. Все хотят найти свою родственную душу, но бывают моменты, когда этот человек не соответствует вашим ожиданиям или ваше желание иметь отношения может уменьшиться из-за прошлых опытов. В таких ситуациях вы можете не принимать этого человека с открытыми руками, на самом деле вы можете отталкивать его. Давайте рассмотрим наиболее распространенные причины такого сопротивления, чтобы вы могли их избегать. Одна из возможных причин – сопротивления из-за убеждения, что этот человек не подходит вам. Несмотря на то, что мы знаем, чего хотим, часто мы не знаем, что лучше всего для нас, особенно когда речь идет о людях, входящих в нашу жизнь. Человеческое сердце легко обманывается привлекательностью и блеском, и оно не является надежным судьей того, кто должен стать нашим будущим супругом. Притчи 16 напоминают нам, что человек задает свои планы, но Господь направляет его шаги. Может быть трудно признать, но наше сердце часто обманывает нас, особенно когда мы влюблены. Мы часто оправдываем действия людей, которых любим, потому что наше сердце пытается убедить наш разум в том, что этот человек правильный для нас. Иеремия 17 подтверждает, что сердце лукаво и болезненно. Вы когда-нибудь оправдывали ошибки и предупреждения человека, которого вы любите? Любовь часто означает видеть вещи в розовых очках, что мешает нам видеть истинную природу людей, потому что нас ослепляет любовь. Помните, как жертвы домашнего насилия часто не могут покинуть насильственные отношения. Они видят только любовь в своих обидчиках и оправдывают их вредное поведение. Мы часто не можем доверять собственным суждениям, потому что наше сердце нас обманывают. Только Бог знает, что нам действительно нужно, и Он будет направлять нас в этом направлении. Притчи 14 напоминают нам, что есть пути, которые кажутся прямыми, но ведут к разрушению. Это высказывание относится не только к буквальному разрушению, но также к разрушению наших мечтаний и надежд, когда мы полагаемся только на свое собственное понимание и разочаровываемся. Мы должны признать нашу уязвимость в отношениях и начать доверять Господу. Он направит нас к настоящей любви, которая, возможно, уже ждет нас, ожидая возможности показать свою истинную природу. Это также относится к отвержению кого-то из-за того, что мы считаем его устрашающим или трудным и считаем, что он не заслуживает нашей любви. Бог может ставить нас в контакт с теми, кто поможет нам расти, и мы должны быть готовы принять этот вызов. Доверяйте суду Божьему. Еще одной возможной причиной отторжения может быть связано с разбитым сердцем. Разбитое сердце может быть одним из самых больших препятствий для принятия кого-то еще раз. Может быть, вы по-прежнему эмоционально связаны с кем-то другим или огорчены прошлыми опытами. Филиппийцам 3 советует забыть о том, что осталось позади, и смотреть на то, что впереди. Риск быть раненым всегда существует, но видение Бога для вашего будущего отношения предлагает гораздо больше. Иеремия 29 напоминает нам, что у Бога есть планы процветания для нас, планы, которые дают нам надежду и будущее. Вы никогда полностью не поймете этих великолепных планов, если не будете иметь мужество сделать скачок веры. Поэтому важно открывать наше сердце и умы перед любовью, которую Бог приготовил для нас. Не позволяйте страху и ранам прошлого помешать вам пережить истинную божественную любовь. Бог всегда работает в наших жизнях, направляя, защищая и ведя нас. Нашим долгом является доверие Ему, а также Его плану и Его воле. Помните, что Бог всегда с нами на всех этапах, в хорошие и плохие моменты, желая нашего счастья и роста. Не сопротивляйтесь любви, которую Он посылает, а примите ее с открытыми руками, доверяя, что Он знает, что для нас лучше всего. Пусть этот текст будет напоминанием нам больше доверять Богу и меньше своему собственному пониманию и желаниям. Пусть мы откроем наше сердце для божественной любви и будем готовы к приему благословений, которые Бог для нас приготовил. И прежде всего, пусть мы живем в гармонии с божественной волей, всегда ища мудрость и руководство Бога во всех наших решениях и отношениях. Будьте внимательны и открыты изменениям, зная, что Вселенная всегда заботится о вас. Нажмите на кнопку ниже, чтобы принять это послание и его благословение, и оставьте положительный комментарий, чтобы распространить доброту. Знали ли вы, что существует изображение вашей возможной родственной души, которое вы можете исследовать прямо сейчас? Это может быть кто-то, кого вы уже знаете, или кто-то, кто скоро войдет в вашу жизнь. Нажмите на ссылку в описании, чтобы узнать больше об этом. Не упустите важное послание, которое ждет вас в следующем виде. Пусть Вселенная направляет ваши шаги с любовью и мудростью. Аминь.